Программа ГТО зародилась в СССР еще в 1931 году и просуществовала без малого 60 лет. Хорошо подтягиваться, прыгать, бегать, плавать должен был уметь практически каждый. Нормы начали сдавать с 10 лет на уроках физкультуры. В дальнейшем от программы отказались, но новое – хорошо забытое старое. Владимир Путин в 2013 году подписал указ о возвращении системы готов к труду и обороне. Ленинск-Кузнечане поддерживают инициативу уже 10 лет. В первом муниципальном этапе зимнего фестиваля этого года приняли участие более 120 человек. Участники показали свои результаты в выполнении пяти нормативов. Выполняют такие нормативы, как наклон из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу и также подтягивание с висы на высокоперекладины. Ленинск-Кузнечане разных возрастных категорий от 9 до 60 лет. Кириллу Сорокину – 9. Нормативы ГТО юный спортсмен выполняет с детского сада. В новом сезоне результаты показателей на твердую пятерку. После этих нормативов я хочу попробовать выступать на область, чтобы стараться добиваться каких-то больших целей. Претендующие на знак ГТО не только показали хорошие результаты, но и своим примером продемонстрировали, насколько важно держать себя в форме. Мы своим дружным коллективом, работая в детском саду, воспитывая в детях спортивный дух, решили показать пример и для того, чтобы развивалась у людей тяга к спорту. Второй этап первого муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди всех категорий населения состоится 3 февраля. Участникам фестиваля предстоит выполнить норматив «Бег на лыжах». А 10 февраля претендентов на получение знака отличника ГТО ждет областной этап в городе Гурьевск. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ